Книга «Открытым оком», тема «Женщины», 6-й том, вопрос 1593. В «Комсомольской правде» за 18 января 2001 года страница 16-я статья. «Нет женщины чище и вернее цыганки. Можно ли этому верить?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Верить можно всему, но не всякая вера спасительна. Статья эта не сама по себе вышла, а она есть отклик на книгу «История цыган. Новый взгляд. 5000 экземпляров. Воронеж». Авторы, специалист в области цыгановедения Надежда Димитер, вице-президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Кутенков и автор работы о цыганском костюме Николай Бессонов. Они начисто опровергают всё, что писали о цыганах Пушкин, Проспер Мориме, Сервантес, Горький, Илья Глазунов, Габриэль Гарсия Маркис и другие. Не нужно опровергать никого, а просто нужно сходить в Барнаульскую яму, где идёт торговля наркотиками, а торгуют цыгане. Сколько их уже сидят в тюрьме за эту работу? На тысячу работоспособных цыган? Сколько их работает на производстве? Сколько учится? Сколько служит в армии? Есть ли хотя одна цыганка, которая не воровала и не ворожила? Не лгала бы никогда. Повторяю, что ничего не нужно выдумывать, а следует только брать из практики, из жизни. И потом посмотрим, что об этом говорит Бог. О волшебниках и ворожеях сказано ли, что в Библии. О тех, кто не хочет трудиться и живёт обманом и воровством. И такое же положение у цыган по всей стране и по всему миру. Исход 22.18. Ворожей не оставляй в живых. Второзаконие 18.10. Не должен находиться у тебя прорицатель, гадатель, ворожея, чародей. Второе фессалоникийцам 3.10. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Сирахова 6.17. На воре стыд и на двоязычном злое порицание. 1 Петра 4.15. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. Числа 23.23. Нет волшебства в Иакове и нет ворожбы в Израиле. Откровение 21.8. Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Так что говорить о чистоте цыганских женщин не приходится. Все они в сатанинской нечистоте. И курят, и матерятся, и ворожат, и лгут, и на людей, и на Бога, что им Христос разрешил воровать.